Массовый запрет на работу или вынужденная мера? Глава Дагестана утвердил список организаций, которым будет можно работать в режиме самоизоляции. Однако с одним очень важным уточнением – функционировать они правят только в случае наличия положительного акта от Роспотребнадзора Республики. Этот документ вызвал большой резонанс у разных групп людей. А некоторые юристы и экономисты и вовсе посчитали, что новое распоряжение чуть ли не противоречит Конституции, поэтому следует его пересмотреть. Подробности у Пасимат Ханаповой. Эпидемия коронавируса смешала планы всех и вся. Голосование по поправкам в Конституцию сорвано, множество видов деятельности поставлено на паузу, а власть мобилизует все силы на борьбу с инфекцией. Внешне все спокойно и выглядит благопристойно. По крайней мере, руководящие структуры делают вид, что везде ситуация под контролем. Однако эксперты отмечают, что проблем много, да и рисков тоже хватает. Люди вовсю пренебрегают рекомендациями и толком не соблюдают режим самоизоляции, что может привести к массовому увеличению больных. Да и республиканская власть долго не могла решить, какую же стратегию по борьбе с новым вирусом ей выбрать. В конце концов, утвердили то, что есть. Но к новому распоряжению Васильева у экспертов возникло еще больше вопросов, чем к предыдущим документам. В некоторых частях эта противоречивость существует. В частности, допустим, пункт 1 утвердить предлагаемый перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента 2 апреля. То вот тут как бы это незаконный, представляется, что это незаконный пункт, потому как сам президент Российской Федерации не давал права главе республики Дагестан вводить этот пункт, потому что он дал это право правительству республики Дагестан. Вопрос, насколько это соответствует Конституции, это уже более глубокий вопрос. Он уже не решается на уровне рядовых судов. Это вопрос компетенции Конституционного суда республики Дагестан, Верховного суда Республики Дагестан. Возможно, тут есть какой-то в силу некоторой очевидной чрезмерности его, возможно, есть некоторые нарушения Конституции, но об этом точно сказать пока нельзя. В соответствии с Конституцией Дагестана распоряжение должно вступить в силу через 10 дней со дня его подписания. Всего в список попали 52 вида организаций, которые имеют право осуществлять свою деятельность, и все они должны успеть получить положительный акт Роспотребнадзора. Как они его будут оценивать? Видимо, с точки зрения соблюдения каких-то рекомендаций. Каких точно рекомендаций? Где предмет, где вот этот круг, сфера проводимой проверки, где она закончится, где она, как говорится, еще действует? Это вопрос. То есть это вот мы на практике увидим, но пока все в силу некоторой противоречивости. Само распоряжение, то и, я думаю, правоприменение будет, скорее всего, противоречивым. Не говоря уже о том, насколько реализуемо одному Роспотребнадзору. Вот это обычных ситуаций без пандемии занимало месяц. Сейчас как это будет проходить, когда за несколько дней, там, 10-10 дней, нужно будет обследовать больше 10 тысяч, десятки тысяч организаций? Вот мне это не представляется вообще, как это будет. Как бы там ни было, в условиях необъявленного режима ЧС, каждый руководитель региона оказался волен трактовать закон так, как сам считает нужным. Поэтому юристы все же призывают отправить заявление в соответствующий орган, чтобы ваша организация могла продолжить свою работу на законных основаниях. Однако эксперты выражают надежду на то, что в распоряжение внесут коррективы, которые сделают его более ясным для понимания и использования. Как они будут это получать, большой вопрос, потому что это будет очень сложно, это очень много организаций получается, в очередь надо встать им, пока нет регламентации сроков получения этих разрешений. Ну, как юрист, я советую хотя бы просто встать в очередь, подать заявление на то, чтобы выдали вот это разрешение. Как это будет осуществляться технически, в принципе, это задача для Роспотребнадзора, они уже, пускай, думают, как дополнительных сотрудников привлекать или же привлекать с других муниципальных образований. Ну, это, я думаю, нет ничего невозможного, но это надо делать быстро. Форму заявления можно найти на сайте Роспотребнадзора. Каков алгоритм действий и что нужно представить, чтобы получить право продолжать деятельность, указано там же. А вот как будет организована работа в самом ведомстве, какие методы будут применяться для оперативной и беспристрастной оценки, как будут исключены большие очереди и обеспечена прозрачность и объективность, с этими вопросами мы обратились в оперативный штаб. Желающих огромное, на самом деле, сил и средств будет не хватать, но мы будем работать до позднего вечера, до ночи, пока не отработаем документы текущего дня. Соответственно, новые документы, которые приходят, будем также обрабатывать, но будем сокращать сроки до минимизации. Вот сутки, это как бы на первом этапе, учитывая большое количество, которое планируют. Никто не имеет права осуществлять проверку вашей основной деятельности. Если вдруг будут возникать такие моменты, что кто-то из лиц Роспотребнадзора или ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии начнет вам задавать другие вопросы, которые не входят в методические рекомендации, прошу вас в срочном порядке информировать нас по телефону горячей линии, который есть также на сайте. Мы будем тут же организовывать выезд оперативных групп, для того, чтобы принять решение на место и исключить все вопросы, в том числе коррупционные риски.